Всем привет! Сегодня я решила сделать запеканку в духовке. Я наконец-то приехала домой, у дочки пробыла 3 недели, даже больше, по-моему. Но у нее духовки нет, у меня духовка есть, и я решила сделать запеканку в духовке. Я ее попробую, но я ее съем кусочек, но остальное я все отнесу дочке. Вообще запеканку очень люблю. Я все-таки нашла очень вкусный рецепт. Она как в детстве мне очень нравилась, она с изюмом идет, очень вкусная. Поэтому я вам советую такую запеканку покушать, попробовать. И я думаю, что даже те, кто на раздельном питании, кусочек там редко-редко, раз в месяц можно съесть. Ничего страшного, потому что все время кушать сырой творог. Но лично я не очень его люблю, я его делаю с фруктами. По запеканке очень соскучилась, правда, поэтому решила сделать. Вы эту запеканку можете приготовить для своих близких, родных, для детей. В общем, сами попробуйте, очень-очень вкусная. Обычно я этот рецепт делала на килограмм творога и угощала детей. На работу брала с собой, это вообще полник заменяет. Можно на завтрак, тем более, поесть там раз углеводы. Ну, даже в крайнем случае на ужин можно поесть. Поэтому поделюсь с вами этим рецептом. Основа творог, естественно, и творог я выбираю не постный и не жирный. Ну, жирный как бы нельзя пока худеем мы, да. А из постного творога я пробовала, получается запеканка сухая и не очень вкусная. Ну, какая-то вот что-то в ней как бы не хватает. Из жирного творога получается очень вкусная запеканка. Поэтому я взяла 5% творог и это как бы между тем и тем, ну, то есть жирность не очень большая. Творог я выбрала, чтобы он был не мокрый, не сильно сухой, потому что если сильно сухой, тоже не очень хорошая получается запеканка. То есть она в результате смешивания всех продуктов, она должна быть как жидковатая. Я ее наливаю в форму. Нам нужна будет духовка, нам нужна будет формочка. Ну, вот эту форму я использую на килограмм творога. А сейчас вот пергаментная бумага еще нам нужна. Вернее, эта бумага специально для выпечки. И я ее сейчас застелю так, чтобы было застелено полформочки. Я вам покажу, как сделать. А творог выбрала вот такой. Ну, я когда выбирала, я посмотрела, чтобы никакой тут жидкости не было, чтобы он не был сильно мокрый. То есть, вот нормально. Это средний, как раз-таки, вот влажности такой. И 5% ну, выбрала такой. Из всего, что в пятерочке было, вот мне это больше понравилось. Так, визуально. Хотя я его брала, он на вкус, я его и так ем. В общем, нормальный творог мне нравится. На полкило творога нам понадобится четверть стакана манки, четверть стакана сахара, одно большое яйцо, если маленькие, то два, четверть стакана молока, но не холодного, а комнатной температуры или слегка тепленькая. Полкило творога, но здесь по 220, поэтому я с третьей пачки, я возьму одну треть, в общем, будет полкило. Нам понадобится четверть стакана сметаны, ну, это где-то столовая ложка, изюма, ну, жменьку, сколько вам нравится, немножко соли, немножко ванилина, в общем-то и все. Первым делом, что нужно сделать, это нужно в изюм налить немного водички, чтобы он чуть-чуть постоял на бух, ну, минут 10-15 достаточно будет. И также нам нужно в манку влить молоко, помешивать. Вот такая кашица получается. И тоже дать постоять, тоже минут 10-15, чтобы манка чуть-чуть набухла. Дальше я беру кастрюльку, вбиваю туда яйцо, высыпаю сахар и перемешиваю яйцо с сахаром. Чуть-чуть посолю, совсем немножко. Также соль перемешаю. Теперь можно сюда выложить творог. Две пачки я выложила, из третьей пачки возьму примерно на глаз третью часть. Здесь у нас полкило творога получается. Ну, это просто надо поломать из творога и все это перемешать. Сметану я беру 15-процентную, ну, вот я взяла такую. Я сейчас всегда сметану вообще редко беру, но в принципе 15-процентную, чтобы меньше было жирности. Для сметаны нам достаточно будет здесь столовой ложки. Ну, четверть стакана, либо столовая ложка. Я считаю, что вот этого достаточно. И теперь можно сюда вылить вот эта манка с молоком. Видите, какой консистенции она получилась. Это мы выливаем все сюда. Теперь я все это перемешаю. Добавлю немножко ванилинчика, чуть-чуть, чтобы вкусно пахло. Немножечко, на кончике ножа. Ну, я вот так вот на глазик. Это не ванильный сахар, это у меня ванилин кристаллический, поэтому его меньше. Если ванильный сахар, чуть-чуть можно больше. Ну, это на ваше уже усмотрение. Из изюма я воду слила, он немножечко набух, стал мягче. Я его туда высыпаю. Опять все перемешиваю. Видите, да, какая консистенция получается? То есть оно не сухое, а оно такое, что можно вылить. Бывает даже чуть-чуть жиже получается, но это от сухости творога в основном зависит. Сейчас я дам этому немножечко постоять, минут 5. И пока я сделаю формочку, подготовлю и включу духовку. Если у вас будут комочки, комочки надо все размять, чтобы комочков не было, иначе они не пропекутся внутри и внутрь не попадет ни сахар, ни ничего. То есть вот оно должно быть все такой вот однородной массы. Если у вас нету сметаны, это можно заменить кефиром. Можно залить также кефиром. Кефир все равно, что жидкая сметана. Или натуральным йогуртом, который без сахара. Прямо лайфхак на ходу. Кстати говоря, можно здесь скрепочку металлическую, если есть, можно здесь зацепить. Или маленькой иголочкой, ну скрепочкой можно. Но я думаю, оно и так будет держать. Я подогнула эти иглы. И в общем-то все это можно уже сюда выливать. Ну в общем, я нашла две булавочки металлические. Их зацепила здесь, чтобы оно не растекалось. Оно сейчас схватится в духовке и все. В общем, все готово. Можно ставить в духовку, разогретую на 180 градусов. И выпекать примерно 30-40 минут. Но уже когда увидите, что все подрумянится сверху, значит на среднем уровне ставите, значит будет уже готово. Ну вот наша запеканочка подрумянилась. У меня ушло 40 минут. У кого-то может быть немножечко время там плюс-минус. Но в зависимости от духовки, насколько она точная. У меня духовка такая не точная. Видите, вот как приблизительно, да. То есть я ставлю примерно вот так вот 180 получается. Ну и вверх-вниз на всю мощность я сейчас выключаю. Резать ее пока она горячая не нужно, потому что она должна остыть, иначе она развалится. А когда она остынет, она уже примет форму. Поэтому подождем, пока она остынет. Вот такая запеканочка у меня получилась. Вот она остыла уже, я ее порезала. Очень вкусная, ароматная. Сейчас буду ужинать. Вместо сметаны я ее заправила активия натуральная. Она на вкус как сметана, только там жирности не 15-20%, а примерно 2,5%, но не больше 3%. И она вот сметану мне заменяет в таких случаях, когда мне нужна сметану. Ну, заварила чаек вот такой вкусный, лесные ягоды, без сахара вот завариваю и пью как напиточек. Вот такой у меня сегодня будет ужин. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok